всем привет друзья мои мира вам и крепкого здоровья сегодня очень вкусные оладьи на дрожжах обязательно воспользуйтесь этим рецептом оладьи получается в меру сладкие не пресные внутри пористые воздушные да еще с карамелизированными яблочками посмотрите обязательно приготовьте поехали на самом деле друзья мои дрожжевые оладьи надо приготовить хотя бы один раз чтобы оценить как это вкусно сегодня тесто для оладьев я буду заводить на молоке а можно готовить такое тесто на воде я буду использовать одно яйцо куриное а можно обойтись и без яиц в миску выливаю 250 миллилитров теплого молока обязательно теплого высыпаю 3 грамма сухих дрожжей 4 грамма это пол чайной ложки соли соль обязательно пресные оладьи очень невкусные 3 чайные ложки сахара этого сахара достаточно оладьи будут сладкими и одно яйцо тесто можно замешивать венчиком я делаю это миксером зачем усложнять себе задачу перемешиваем до растворения сахара высыпаю всю муку здесь 250 грамм помним сколько жидкости столько и муки перемешиваю чтобы вся мука не поднялась воздух и с помощью миксера я буду замешивать тесто в течение трех минут если есть у вас терпение помесите такое тесто 5 минут друзья мои любое дрожжевое тесто любит когда его долго месяц в это время оно обогащается кислородом а это любят дрожжи в процессе замешивания один раз зачистите стенки посуды чтобы вся мука пошла в тесто и еще друзья мои не надо бояться дрожжей нет такого вида дрожжей которые могут пережить выпечку их просто не существует природе все знают что угнетение жизнедеятельности дрожжевых клеток начинается при температуре 50 градусов по цельсию а у нас концу выпечки температура в сковороде около 200 градусов а значит в изделиях которые мы готовим в духовке или в сковороде разницы нет температура достигает 100 градусов по цельсию а следовательно находящийся в них белок динатурируется и дрожжевые клетки погибают так что тем умникам которые считают что дрожжевое тесто опасно учить им отчасти и не будете смешно выглядеть защищаю стенки чтобы не образовалась корка закрываю пищевой пленкой делаю два-три прокола чтобы был доступ воздуха и поставлю в тепло минут на 20-30 друзья мои если вы хотите чтобы тесто быстрее подошло и у вас нет возможности поставить его в духовку потому что она у вас не поддерживает температуру 30-35 градусов то самый обычный способ горячую воду наливаем в любую миску накрываем обязательно деревянной досточкой не меньше сантиметра чтобы тесто не заварилась ставим вот так и накрываем через 15 минут тесто будет готово пока тесто подходит мы с вами приготовим яблоки сковородку обязательно в сковородку чтобы площадь испарения была большая добавляю 20 грамм сливочного масла высыпаю 50 грамм сахарного песка я беру тростниковый можно взять любой разогреваем добавляю 150 грамм это одно среднее яблоко порезанное кубиками немного корицы ждем пока яблоки пустят сок периодически перемешиваю если у вас яблоки кислые добавьте немного больше сахара вот посмотрите яблоки начали кипеть убираем огонь до минимума но так чтобы они кипели сейчас яблоки активно пустят сок и в течение трех пяти минут мы будем их варить в этом сиропе периодически помешивая сок должен частично испариться и яблоки должны стать мягкими не делайте сильный огонь иначе они у вас развалятся и у вас получится яблочное пюре все яблоки готовы перекладываю в любую посуду что у нас здесь тесто меня прошло 25 минут вот сейчас не перемешивая уже можно обжаривать на растительном масле я люблю ставить на второй подъем вот сейчас здесь образовался углекислый газ его надо выпустить а поэтому хорошо перемешиваем тесто вновь тесто обогатиться кислородом а мы знаем что дрожжи любят это и второй подъем в теплом месте а у меня стоит на столе займет 10-15 минут и тогда вы получите настоящие очень вкусные дрожжевые оладьи по правилам с двойным подъемом и не бойтесь хорошо вымешивайте снова закрываю и еще на 15 минут друзья мои у меня тепло на кухне мне хватило 10 минут чтобы тесто вновь поднялось вот посмотрите какое тесто получается чудо роскошь теста друзья мои у меня сковородка диаметром почти 28 сантиметров поэтому я в нее наливаю 3 может быть даже 4 столовые ложки растительного масла такие оладьи возможно жарить на маленьком количестве растительного масла но обязательно на маленьком огне и под крышкой друзья мои такое тесто возможно выкладывать ложкой в разогретое масло выкладываем тесто набирайте полную ложку теста и выкладывайте в сковородку можно помогать второй ложкой если хотите красивые оладьи перелейте тесто в кулинарный мешочек друзья мои для оладьев дрожжевых тесто должно быть вот таким обрывается немножечко льется а для оладьев на суде тесто должно быть гуще иначе они у вас не поднимутся и при выпекании осядут между оладьями оставляйте расстояние закрываю крышкой и обжариваю полторы минуты с каждой стороны если по шкале 6 то на двоечке полторы минуты прошло можно посмотреть что у нас там переворачиваем достаточно закрываю крышкой и еще полторы минуты ничего вам не мешает посмотреть через минуту в каком состоянии донышко ваших оладьев под крышкой друзья мои собирается конденсат снимайте ее аккуратно и быстро прошло полторы минуты смотрим достаточно выкладываем на салфетку вот такие получаются оладушки выкладываю следующую партию можете помогать себе второй ложкой сейчас отсажу с помощью кондитерского мешка с кондитерским мешком получается ровненькие закрываю крышкой на полторы минуты полторы минуты прошло переворачиваю и еще закрываю на полторы минуты и еще прошло полторы минуты достаточно все друзья мои посмотрите ну какова красота обязательно хотя бы один раз приготовьте оладьи на дрожжах и не забывайте подписываться на наш с Петровичем канал пока пока